Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите сюжетное видео про BMW 5 серии. Обязательно досмотрите его до конца и выскажите ваше мнение в комментарии. Для меня действительно важно послушать, что вы думаете по этому поводу. На момент выхода данного видеоролика на дворе 14 марта 2019 года. А это значит, что у блондина день рождения. Да, друзья, сегодня мне исполняется 29 лет. Как минимум на этот видеоролик можно поставить лайк, побаловать блондина. Ну и рад принять все ваши поздравления в комментариях, за что, уверен, скажу вам огромнейшее спасибо. К делу. В этом видеоролике мы с вами обсудим сюжеты жизни. Напоминаю еще раз для тех, кто в танке, кто пропустил, кто невнимательно смотрел. Сейчас я езжу на Toyota Camry 3.5 только лишь потому, что я ее купил для проекта с газом. Мне осталось снять 7 серий и все, я могу машину продавать. Тем не менее, как говорится, готовь сани летом. И уже сейчас я смотрю на вторичку, думаю, что купить. Новую машину точно не хочу покупать, потому что новая тачка, это как минимум внутри года хотя бы надо поездить. А вот вторичку можно что-то купить, покататься, через годик скинуть примерно по той же самой цене, по которой ты это купил сейчас. Посмотреть другой автомобиль. К чему я присматриваюсь? С одной стороны, это Jeep Grand Cherokee, дизельный мотор на 238 сил. Вот автомобиль интересен. Но посмотрев вторичку, я примерно понимаю, что 2 миллиона ему цена живого экземпляра. Выше цена, еще лучше, с одной стороны. Но за полтора миллиона найдешь какие-то дрова. Я рассматриваю рестайлинговую версию. С другой же стороны, BMW 5 серии. Да, с одной стороны, вы скажете, ну BMW 5 серии, да кому она нужна? Столько видеороликов про нее. Вот именно об этом мы сегодня с вами поговорим. В общем, сегодня блондин хорошенечко размажет кашу за BMW 5 серии. Поэтому давайте не будем тянуть время и перемещаемся к ней прямо сейчас. Поехали! F10 задний привод M-пакет. 520 бензиновая версия. Друзья, оговорюсь сразу. Не конкретно на этот автомобиль я хочу скинуть свою Camry. Это машина моего друга. Я ее взял для того, чтобы для наглядности показать, рассказать, прокатиться. Передняя губа, M-зеркала и переделанный задний выхлоп. То есть сам выхлоп еще не доработан. Он его делает, в общем, все в процессе работы. И, естественно, стоит прошивка. То есть из машины, сидя, можно менять ее. Можно ехать на штатный, можно нажать на кнопочку. Здесь будет примерно 250 сил. Я прекрасно понимаю, многие скажут, да зачем это нужно? Двухлитровый мотор, рядная четверка и так раздут. Не надо этого делать. Тем не менее, машина человека, что с ней делать, как с ней делать, он решит сам. То же самое могу сказать про тонировку. Передвигаясь по Москве, машины с номерами АМР, следственные комитеты, депутаты, Госдума, прокуратура, гаишники на частных автомобилях катаются на своих, тонируются. И никто им ничего за это не говорит. Поэтому бомбить по этому поводу вообще не нужно. И вот, казалось бы, пятая серия F10. Автомобиль уже не новый, появилась обновленная версия BMW. С другой стороны, очень много негативных отзывов. Ведь хороший автомобиль на три буквы не назовут. Но, тем не менее, хочется попробовать, так сказать, хочется купить автомобиль, поездить на нем годик. Я бы рассмотрел такую версию с дизельным мотором. Почему с дизельным? Я никогда не владел дизельным мотором. На газу езжу, на бензине ездил, на малолитражках ездил, с большим мотором, там, 3.5, который жрет до хрена бензина, тоже ездил. Вот хотелось бы попробовать просто дизельную версию. Единственное, за что я здесь переживаю и за что я думаю, это взять задний привод, либо полный. Потому что в повседневной жизни, да, по городу, когда вот такая погода, когда сухой асфальт, естественно, ты на заднем приводе будешь кататься, горе не знать. Но вот на зимний период, когда, например, я приеду домой, сюда же можно и о резине сказать. Ведь есть люди, которые говорят, а зачем вам шипованная резина, можно кататься на все сезонки, на нешипованной резине, на липучке, вот на которой мы сейчас едем. Я вам сейчас все покажу. Вот обратите внимание, мы сейчас, получается, съезжаем с легкой горочки, покажем, пожалуйста, эту дорогу. То есть, когда зима, здесь, естественно, лежит гололед, то есть, мы выезжаем полностью в горку. И заехать на нее очень комфортно на полном приводе. Ну, на переднем я еще забирался, потому что резина у меня шипованная. И вот поймите правильно, казалось бы, мелочь, что вот тебе тут проехать-то, блин, 100 метров, а как я буду проезжать? Когда лед лежит, это просто страшно. Вот сейчас, да, тоже горка, вперед идти. Сейчас, понятное дело, что вопросов-то особо не будет, потому что все это подтаяло, снежок. Но, тем не менее, все равно, видишь, вот потихонечку я не перегазовываю, да? Идем, вот, во-во-во-во, о чем я говорю. Естественно, можно сказать то, что, Дима, ты дурак, зачем ты так делаешь, ведь нужно заезжать ходом. Ну, вот. Если бы вот эту картину видел батя мой, он бы сказал, ты что, дурак, что ли, зачем тебе такая машина, если ты даже в горку не можешь заехать? Ситуация следующая. Будем просто заезжать так, как положено, да? Отъехали назад. Режим D. Ну, и пошел. Слегка, слегка, слегка и поехал, блин. То есть, как вы видите, вопрос все-таки решен. Мы потихонечку, но заехали. Естественно, я знаю, что проблемный участок я не буду потихоньку ехать, буду заезжать ходом. Дальше пойдемте, покажу, что может меня встретить утром. Вот дом, вот мое парковочное место. Обычно я здесь оставляю автомобиль, дальше автомобиль свой ставит отец. То есть, утром мне нужно выезжать. Обращаю внимание, да, тоже дорога находится под склоном. Возможно, ситуация была бы совсем другая, если бы здесь стала какая-нибудь хорошая резина шипованная. Но, со слов моего друга, а он на автомобилях с задним приводом ездит уже там довольно-таки давно, лет 10 точно. Он уже так маленько понимает, поэтому можно верить. Он говорит, у него вопросов нет, он со всех мест выезжает. Опять-таки, машину нужно понять, почувствовать. Но, тем не менее, вот она сейчас стоит на льду, спокойненько отправляясь, я, допустим, утром на работу. Включаем заднюю передачу, выворачиваем колеса и потихонечку поехали. Вот видите, да, что происходит? Непорядок. То есть, что будем делать? Будем пытаться поймать зацеп, скажем так. Пошла. И вот в такой ситуации теперь главное не моргать, как говорится. Нужно потихонечку, но поживее выезжать, выезжать, выезжать. Вот эта каша, вот этот лед, полгода у нас такое в стране стоит. В Москве возле дома я машину оставлю, там вопросов вообще никаких не будет. Коммунальная служба работает действительно хорошо, то есть, вычищают прям моментом. Ну вот здесь, да, как мне, домой что ли не приезжать? То есть, где-то толкаться. Поэтому вот здесь бы однозначно подошел бы полный привод и с ним бы вопросов не было. Можно взять, и цена там будет, скажем так, по карману. До двух миллионов автомобиль найти реально. Но опять-таки, с полным приводом есть подозрения на привода. Как ездил первый владелец? Нарваться на ремонт не очень бы хотелось. То есть, не хочу я, знаете, покупать машину, чтобы каждую неделю выходила серия, как я чиню BMW. Такой контент мне самому не нужен. Посмотреть хорошо, но не хотел бы быть его автором. Если почитать интернет, если почитать комментарии, если почитать отзывы, естественно, большая часть будет, BMW это ломучье говно, нахрен она нужна, лучше купить что-нибудь другое, нормальную машину, японскую машину, надежную. Нарвался на ремонт, был недоволен. Тем не менее, машины продаются, машины покупаются, люди ездят. Большая часть людей, которых я знаю, кто реальный владелец машины, особо-то не жалуются. Понятное дело, что если найти ее, там, в году 2012-го, за 1 миллион рублей и купить ее, ну, блин, естественно, там, после трех владельцев машина будет шлак. Вообще не надо покупать даже такие машины. А вот за 1,5-2 миллиона из-под первого владельца, который машину любил, который за машиной ухаживал, делал регулярное техническое обслуживание, какие-то легкие доработочки, потому что многие доустанавливают камеры, вот те же самые зеркала, казалось бы, мелочь, но они сами по себе дорогие и при этом смотрятся симпатично. Машина у нас перешита, то есть мы сейчас едем, например, на стоковой прошивке, можно тут манипуляциями сделать из 184-х сильного мотора, 250-ти сильный, после всех доработок машина и вовсе сможет выдавать до 300 лошадей. Правильно это, неправильно, выдержит этот мотор, не выдержит на совести владельца ему решать его машину, то есть делает он то, что хочет. И я бы теоретически себе тоже поставил прошивку, но объясню. Ну, в обычный день, да, когда ты передвигаешься по городу, едешь на стоке, а вот так, например, летний денечек с кем-нибудь заехать, пригласил кого-то, поставил прошивочку помощней, кайфанул. То есть не каждый день давить в пол, а вот так, для себя, для удовольствия можно было прокатиться. По интерьеру машины, вот, допустим, жена говорит, а, старая тачка, что-то уже не симпатичная, ну, мне вот нравится. То есть сажусь в автомобиль, вроде так все аскетично, все сделано, но добротно и интересно. После камрюхи-то так и вовсе. Приборочку можно переделать, пожалуйста. На стороне все это сделать не так дорого. И вот почему-то меня не тянет сейчас покупать новые тачки. Потому что новую машину, ну, год, два, три, это минимум надо повладеть автомобилем. Иначе тоже потеря большая по рынку будет. Взять хотя бы, ну, там, на четыре года, на пять лет. Но четыре-пять лет на одной машине неохота сейчас ездить. То есть взял на годик, вот, пятерочку, поездил, познакомился, получил опыт, как владелец. После этого продал, купил еще что-то. И вот казалось бы, если зайти сегодня на YouTube, про BMW будет очень много роликов. Но, как правило, ее либо дико хвалят, ее либо дико поносят. Либо это какие-то заезды, либо это какие-то новые BMW, тест-драйв. Никакой конкретики. Да, какой мотор стоит, что изменилось, ну и все. А вот на эти ролики и серии, где человек будет снимать, рассказывать, показывать, что происходило. Нечто подобное, что я сделал с Маздой. Ну, нету, к сожалению. Один ролик нашел, где владелец автомобиля рассказывал детально про эксплуатацию зимой. Вот что мне было интересно, да, посмотреть, как она будет себя вести зимой. Именно не в городе, а вот выехал за городом. Ну, это единственный ролик. Так, найти автомобиль из-под первого владельца, загнать его, к примеру, в сервис, кто ремонтом занимается непосредственно в BMW. Записать с ними сюжет. Сказать, парни, показывайте пальцем, что чаще всего ломается, что вообще ломается, сколько это стоит. Сколько стоит поставить оригинал, сколько стоит поставить аналоги, плюсы, минусы. То есть, вот снять пять роликов хотя бы, там, шесть жизненных, полезных, я думаю, это бы пригодилось бы многим, кто хочет купить автомобиль. Многие мифы можно было бы развеять, показать какой-то заводской брак. Вот обязательно напишите ваше мнение в комментарии. То же самое можно сделать с джипом Grand Cherokee. То есть, вопрос, какой автомобиль-то все-таки выбрать. Время летит очень быстро, несмотря на то, что сейчас марта, уже, можно сказать, даже середина марта, совсем скоро будет лето. Лето пролетит мгновенно, соответственно, снимем мы все серии с газом, можно машину продавать. Опять-таки, по двигателю. Вот, казалось бы, сейчас стоит штатная прошивка, 2 литра, 184 силы, мы едем в горочку, 50 км, газ в пол. Достойная тяга, более чем. Даже вот более чем. Мы катались с другом, он переводил ее там на какую-то искар, то, что по 250 сил, с 4000 оборотов, прям педаль в пол, машина просто-напросто срывается. И тормозит машина достойно. То есть, ну знаешь, как бы ты получаешь вроде бы седан бизнес-класса, и в тот же самый момент ты на этом седанчике можешь повпуливать неплохо. А это же ведь хорошо, когда, знаешь, лето, весна, так вышел, хорошее настроение, думаешь, так, надо катануться. Есть такая возможность. Просто толкаешься в пробки. Вот с тонировкой вообще кайф. Вот парни, честное слово, черный потолок, тонировочка, сидишь вообще в удовольствии. Вот как-то даже поуютнее находиться в автомобиле. Автомат вот хороший, то есть он быстро прям отщелкивает. Различные режимы управления. Понятное дело, что хотелось бы найти тачку с настраиваемой подвеской еще, то есть подороже комплектацию. Но вот какие, знаешь, там круиз-контроль, шмуиз-монтроль, мне это не надо. Я сам хочу управлять автомобилем, сам хочу за ним следить, поэтому погоняться на ней можно. И при этом я обращаю внимание, что мы разгоняемся там больше ста, нет сильного шума. То есть вот реально, как бы едешь с комфортом. Конечно, когда мы рассматриваем вторичку, это однозначно кот в мешке. Найти автомобиль честный от первого владельца, это мечты, это желания. Но, как правило, даже первые владельцы, они начинают выставлять своему автомобилю необоснованный ценник. Многие спрашивают, в основном, когда смотрят там какие-то автомобили, на что обратить внимание. Друзья, на вторичке нужно внимание обращать на все, от и до. И ДТП происходит по такому принципу, что их не регистрируют, куда-то влетел в стену, никого не вызвал, отремонтировал, все в базах ты нигде не числишься. Приезжай, ищи, смотри, выясняй. Опять-таки, есть люди, которые покупают машины при второй, там владелец, третий, начинают оригиналы менять на китайские запчасти. Денежек не хватает, начинают пытаться сэкономить, порежет ТО, проходит. Конечно, такие машины, это как раз тот самый шлаг. Покупаешь такой, он весь сыпется, весь течет. Плохая машина BMW. Вы, опять-таки, обратите внимание, даже в этот ролик, где человек ходил по сервису, рассказывал, BMW это говно. Там стоит 8 машин, да они все старые. Там машинам по 8, по 10 лет, некоторым и того больше. Конечно, весь кайф и вся маркетинговая ситуация построена по такому принципу, что ты купил машину, ты 3 года на ней покатался, до 100 тысяч, скидывай, вот уже новенькая версия, вышла обновленная, покупай что-нибудь свежее. Мы же люди попроще, поэтому найдем автомобиль на годик, я думаю, вытянем. С другой стороны, я вот просто думаю, ну допустим, вот если брать бюджет 1,5-2 миллиона рублей, а что купить? Вот из нового ты, по сути, ничего не возьмешь. Да, можно взять Mazda 6 в средней комплектации, потому что топовый стоит 2,400. Toyota Camry, ну мне новая неинтересна, Camry вообще не как и старая, ну как-то не лежит душа Camry. Другие машины, ну какие, Kia Optima, да ну ее нахрен, Kia Stinger, он дороже, он там 2 миллиона плюс, особенно в хорошей комплектации, это 2,500 даже с хорошим торгом, ну тяжело будет найти, какая-нибудь GT. Кого еще? Audi, нахрен эту Audi, просто тупо бойкот. Да, снять-то можно какой-нибудь обзорчик на нее, опять-таки не поймят, что будет, если нарвешься на какой-нибудь даже ремонт, бегать там с ними на камеру их снимать постоянно, биться, нахрен мне это надо. На вторичке что-то посмотреть, 1,5-2 миллиона, ну это будет 3-4-летний автомобиль, однозначно. Вот обратите внимание на выхлоп, то есть он заделан под М5. С другой стороны, кто-то скажет колхоз, потому что Акропович там на М-ках не ставится, но парни, штатно идет 2 патрубка с одной стороны. Вот честное слово говорю, если ее куплю, вот сделаю точно так же. Может быть чуть по-другому, но жопа смотрится как-то поинтереснее. Понты не нужны, я просто хочу сделать автомобиль, на который самому будет приятно смотреть. Снимая различные автомобили, многим бывает любопытно, а чем занимается сам человек. Владелец нашей BMW 5 серии имеет несколько магазинов электрики и автозапчастей. Если вдруг вы проживаете в городе Каширо, либо любых близлежащих городах, друзья, милости просим, заезжайте. И в наличии, и на заказ для вас все сделают по красоте. Скидочка от Машкова, возможно, будет, все зависит от объема вашего заказа. Приезжайте, вот они, два магазинчика, первый этаж и второй этаж, заходите, все будет красиво. В общем, вот такая картина у нас получается. BMW 5 серии, F10. Симпатичная морда, неплохая жопа, немножко доработанная. Мотор, с которым можно поиграться. Машина, которая хорошо стоит на дороге, которая рулится. Машина, которая вызывает у некоторых в глазах болезнь, типа BMW, все дела. Но хочется попробовать. Сами видите, глаза горят, нет? Глаза горят? Особо вроде не горят, но с другой стороны горят. Хочется попробовать ее. С задним приводом, побаиваясь. Вот честное слово, су, вот врать не буду. Вот в такую погоду не хотелось бы напрягаться. Хочется все-таки передвигаться на автомобиле с комфортом, чтобы не надо было вперед, назад, пытаться подловить ее. С другой же стороны, опыта просто-напросто нет эксплуатации заднего привода зимой, а нужно заиметь. Либо же купить ее с полным приводом. Да, полный привод, это, соответственно, немножко больше боязни с точки зрения поломок, ремонта. Привода там тоже не дешевые, но опять-таки, из-под кого найдем автомобиль, кто на нем ездил? Вторичка, сами знаете, кот в мешке. Либо же сказать, нахрен, это Бэха, взять Гранд Чироки, в любую погоду не знать с ним проблем. Машина брутальная, по интерьеру ее тоже можно доработать, ездить, кайфовать. Как минимум годик покататься на дизеле будет неплохо. Друзья, обязательно пишите ваше мнение, особенно владельцы. Скажите, да, нет, стоит, не стоит. Машину рассматривают трех-четырех годовалую. В общем-то, здесь сказать даже больше нечего. Суть видеоролика я до вас донес. Основная мысль вам ясна, поэтому приглашаю всех вас в комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. У нас впереди много новых роликов, много разных тем, будем делать. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok